Здравствуйте, друзья! Мы приглашаем вас в очередное путешествие по усадьбам и памятным местам Тамбовской области. Сегодня мы расскажем вам о селе Летуновка Никифоровского района. Это село сегодня нельзя назвать многолюдным, но его история и особенно история храма иконы Казанской Божьей Матери, который находится в этом селе, является его достопримечательностью уникально, удивительно. Об этом удивительном храме мы можем с вами узнать, если обратимся к книге знаменитого Тамбовского краеведа Валентины Коченковой к главе «Военные писатели». И вот именно там есть информация об этом уникальном памятнике истории и архитектуры. Давайте с вами поближе с ним познакомимся. Итак, перед вами на слайде храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Летуновка Никифоровского района Тамбовской области, таким, как он выглядит сейчас. Вот так вы можете увидеть его в строительных лесах. К счастью, сейчас идут восстановительные работы, которые призваны поддержать храм и сберечь его от разрушений. Если обратиться к материалам, которые уже есть, сделанным историками, краеведами, блогерами, то мы с вами можем заметить, что еще 10 лет назад храм в селе Летуновка выглядел следующим образом. Обратите внимание на фотографию слева. Вы видите, купол храма еще совершенно ничем не покрыт, разрушается, нет окон, дверей и процесс восстановления еще не начался. На фотографии справа вы видите, что на сегодняшний день полностью храм покрыт новой крышей, восстановлена разрушенная кирпичная кладка. Обратите внимание, на несколько рядов выложен заново кирпич. Поставлены пластиковые окна, установлены двери, замки. То есть самое страшное, что могло случиться с этой святыней, это ее полное разрушение от влаги, сырости, непогоды, недоброжелательных людей, которые могли бы посещать такой храм и сквернять его. Вот этот процесс, к счастью, приостановлен. Давайте теперь обратимся к истории села Летуновка и узнаем о его уроженцах. Дело в том, что когда наша выездная группа побывала в Никифоровском районе, нам сразу бросилось в глаза, конечно, то, что ведутся восстановительные работы. Мы увидели лестницы, увидели строительные леса, увидели, что несколько домов окрестных выглядят живыми. Действительно, из одного из ближайших домов вышел местный житель Сергей Валентинович Летуновский. Так он и представился. И Сергей Валентинович, собственно, нам рассказал об истории восстановления храма. Он поведал нам, что восстанавливает его не он один, а, как он выразился, все Летуновские. Фамилия, как он сказал, была получена от жителей села Летуновка и улица тоже Летуновская. Знаменитый земляк Сергея Валентиновича, герой Советского Союза Петр Васильевич Летуновский, капитан 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота, командир экипажа. Он потопил пять вражеских кораблей, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В память о герое Советского Союза в школе Силатерского в мемориальном музее установлена памятная доска, посвященная герою. Там опубликованы материалы районных газет, переписка с родственниками Сергея Петра Васильевича. И, конечно, фотографии героя, уроженца здешних мест, которые окончили свое время, когда она еще функционировала, школу в селе Летуновка. Конечно, местные жители мечтают поставить какой-то мемориал, памятник в память о своем знаменитом земляке-герое. Сейчас на территории храма не только ведутся восстановительные работы, которые в основном пришлись на 2019 год, но и попытки восстановить территорию храма. На территории силами Сергея Васильевича и его единомышленников был установлен вот такой трептих, в котором размещаются уцелевшие старинные иконы из храма. Дело в том, что в храме было три предела. Один из них был главный, освящен во имя иконы Казанской Божьей Матери, второй во имя преподобного Сергия Радонежского и третий во имя святителя Николая. Вот так выглядит храм с северной стороны. Книги Валентины Кученковой «Русские усадьбы» в главе военной писателей сообщаются. В Летуновской Казанской церкви в начале XX века церковным старостой был сын писателя Василия Федоровича Радча Николай Васильевич Радч. В 1998 году школьники села Терскова со своей учительницей Галиной Гончаровой обследовали разрушенную Летуновскую церковь, памятник истории и архитектуры. В 1759 году и зафиксировали на фотографиях надпись, частично сохранившуюся на церковной стене. Восстановлен храм с живописью и выкрашен тамбовским купцом Николаем Николаевичем Оводовым, ктитором Николаем Васильевичем Радчиным сентября 1902 года. На фотографии не очень хорошо заметно, но нашей группой тоже было сделано фото, и мы подтверждаем, что надпись до сих пор читается, несмотря на довольно болезненное состояние штукатурки. Это место словно всегда было под особым небесным земным представительством. За 260 лет его существования рядом всегда оказывались люди, заботившиеся о нем. Храм в честь иконы Казанской Божьей Матери был воздвигнут в 1759 году на средство князя Александра Александровича Волконского, которому эти земли были пожалованы как наследственные. До 20 века его имение носило название «Богородицкое насурение». Сюда было перевезено на постоянное жительство 800 крепостных крестьян, учреждены суконная фабрика, суконный завод. Более ста лет приход храмов был одним из самых многочисленных. Правда, попадая внутрь, оказываешься в удивительно камерной, телейной обстановке и удивляешься, как могла церковь вмещать в себя сотни прихожан. Одна из загадок святыни – алтарь, построенный с северной стороны. Как мы все с вами знаем, алтарь должен строиться на востоке, той стороны, где находится, где встает солнце. Храм-корабль, словно плывущий над речной долиной, наверное, напоминал когда-то ковчег. В литературе, касающейся церковной архитектуры, упоминается несколько памятников истории, построенных алтарем на север. Например, в Санкт-Петербурге есть несколько таких соборов. Их расположение определяется, собственно, структурой почвы и необходимостью архитектурной застройки выверенного архитектурного ансамбля. Когда архитектор принимает решение развернуть какой-то определенный архитектурный момент согласно требованиям всего, скажем так, архитектурного целого, всей архитектурной композиции. Что послужило причиной построения алтаря Летуновки, его обращения на север, мы сегодня достоверно сказать не можем. Это одна из загадок храма. Но, тем не менее, мы знаем, что в России такие не совсем канонические храмовые комплексы все-таки есть. Прохранилось немало икон. Некоторые из них до сей поры находились в домах местных жителей. Некоторые были принесены в храм уже после того, как начались восстановительные работы. Безусловно, интерес представляет иконочка, которую вы видите справа. Предположительно, это изображение является списком с остро-брамской иконой Божьей Матери, очень редкой, почитаемой как католиками, так и православными. На ней Пресвятая Дева изображена вмиг принятия благой вести от архангела Гавриина. Пронизано удивительным настроением унивления и благодати. Благодати, которая ощущается в стенах этого храма, невероятно, невероятно до сих пор. Особенную теплоту чувствуешь, когда находишься в пределе, освященном в честь преподобного Сергея Радонежского, покровителя нынешнего, сторожа и благодетеля этого храма Сергея Валентиновича Литуновского. Обращает на себя также внимание толщина стен и подземный ход, который был обнаружен во время восстановительных работ. Именно они заставляют задуматься о том, что в XVIII веке храм был воздвигнут, напомню, в 1759 году. Возможно, храм строился как крепость, не только духовная, то есть выполнял еще и оборонительные функции. Возможно, именно вот такая мощная кирпичная кладка сберегла нам это сокровище культуры и архитектуры. Еще одна загадка храма – его настенные росписи. Определить, кто изображен на большинстве из них, почти невозможно, так как росписи не очень хорошо сохранились, и у нас, к сожалению, нет чертежей, нет зарисовок, которые помогли бы восстановить облик росписи. Но одна фигура чудесным образом проявилась. Как только начались работы по консервации храма, изображение стало чудесным образом проступать. И здесь, на фотографии слева, вы можете различить фигурку святого апостола Иоанна Богослова. Мы можем это определить по фигуре орла, той птицы, которая в Евангелии ассоциируется именно с апостолом Иоанном. Именно Иоанн Богослов, как вам известно, стал автором этого Евангелия от Иоанна. Остается предполагать, почему же фигура именно этого апостола проявилась в храме. Может быть, это какое-то послание нам, современным людям. Может быть, оно напоминает о том, с чего все начиналось. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объявит его. Удивительная встреча с храмом Казанской иконы Божией Матери в селе Летуновка – это еще и встреча с самым сердцем нашей страны, нашей Родины. Такие удивительные люди, как Сергей Валентинович Летуновский, учитель Галина Гончарова, ее ученики, все местные жители неравнодушные к судьбе храма – это простые русские люди, которые даже не догадываются, как много света в их сердцах, как много тоски, поверье, красоте, чистоте. О себе Сергей Валентинович сказал скромно – не фотографируйте меня, я ведь не священник, не молитвенник какой, я у Бога сторож. И думается, что все наши поиски интересных мест, сокровищ архитектуры, культуры, искусства, наверное, очень малы по сравнению с теми удивительными встречами, встречами с живыми людьми, в чьих сердцах как раз и присутствует негаснущая, помогающая жить всему миру искра Божья. Ну а мы, дорогие друзья, с вами прощаемся на этом. Напоминаем вам, что сегодня у нас была коротенькая экскурсия, посвященная храму Казанской иконы Божьей Матери в селе Летуновка. Восстановительные работы в храме ведутся, помощь очень нужна, и если вас интересует судьба этого храма, пожалуйста, обращайтесь, у нас есть контактные данные Сергея Валентиновича. Будет полезна любая посильная помощь. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok